Всем привет, дорогие друзья, с вами Эмбро и Катархонт, и мы возвращаемся в крестоносство, у нас очередная серия с модом, посвященном Америке в будущем, и я даю слово Эмбро. Так, сейчас что у нас вообще по планам? В связи с тем, что у меня очень туго по войскам, я как бы даже то, что взял Филадельфию, все равно очень ограничен и не знаю, что мне делать. А мы знаем то, что вот есть муженек у нас в Южном Джерси, который спалил нас, когда мы мучились с его женой, и сейчас у нас есть план, это я хочу его схватить и унизить, благодаря чему мнение у всех понизится против него, и папа сможет дать нам претензию на его земли. Но в чем проблема у вас? Да, я заодно, кстати, построил себе торговое поселение, а то я чуть не забыл. Да, это вообще главное, потому что это огромный денег. Но вот у меня войск-то нету, но тут на помощь приходит Катархонт, у него сколько у тебя сейчас? 4 тысячи с лишним вроде, да? Да, 4 тысячи. Вот, мы очень хорошо связаны реками, поэтому он сможет к нам приплыть. Я объявляю войну, вот план наш, в Южном Джерси, мы его ловим, выиграем войну, потом я объявляю войну на республику, которая у нас на юге или на севере, то есть или Нью-Йорк, или что это такое? Хэббтон Роудс. Ну, наверное, лучше Нью-Йорк, потому что он побогаче, 243, это очень много, и я делаю ее данником, и мы получаем с Катархонтом огромные деньги, я ему долю буду давать, как мы и договорились. Так что сейчас очень нужна помощь Катархонта, мы без него сейчас никуда не двинемся. Окей, я готов. Так, я запускаю время, смотрим. Так, признаюсь в любви, я здесь, кстати, с кем-то мучу что-то, о, сработало. Это, подожди, с кем я сейчас начал мучиться? Это мой сосед на юге. Окей, я с его женой теперь. Все, давай, я объявляю сейчас войну, мы с тобой союзники там. И ты мне поможешь как раз. Личная месть, все, сейчас тебя позову. Принять. Давай плыви быстрее, потому что сейчас я могу не удержаться против его напора. Ну, сейчас я тогда войска в одно место сведу и оттуда отправлюсь. Давай, я пока постараюсь на защиту пойти. Во, щенка подарили. О, плюс здоровье. Чуть я уменьшу скорость, совсем немножко. Может быть сейчас стоит на... Хотя он вряд ли в атаку пойдет, мне тоже войск неплохо. Если он пойдет в атаку, то я, в принципе, могу взять немного наемников, чтобы потянуть время. Так, совет мною доволен, более-менее, это хорошо. Так, еще один отряд, два отрядика придут, и я выплываю. Все, давай, жду. Они стоят в столице, ждут, пока я нападу. Умно. Да не очень. Не, ну они надеются, видать, разбить. Как говорит, через реку же им невыгодно нападать будет. А это да. Хотя вот Филадельфию они могут вполне зайти без проблем. Могут. И причем у меня будет минус, если я нападу. Да. Поэтому я сейчас вот решил улучшить отношения пока что с текущим папой. Ой-ой-ой. А они решили все-таки идти не по реке, а по суше. Так, позови. Тьфу, по реке, ты ж корабли призвал. Или заботу, забыл, как здесь работает. А, зачем? Зачем призывать корабли? Так, каждый корабль сколько может увезти? Десять это тысяча. Не хватит у тебя? У меня двадцать два только. Ну и пять у вассалов можно снять. Ну и у вассалов тоже бери. Можешь разбить наполовину. И в два захода привезешь. Я тоже подумал, что что-то как-то маловато получится. Хотя, в принципе, я сейчас войска распущу. Вроде они стоят на месте, ничего не делают. У меня лучше сейчас путь пополнится немного. А потом я уже буду с папой конфликтовать, потому что у меня здесь есть территория, которую я хочу забрать себе. Так. Она идет под Юрия, и мы с нее бонусы получаем, то что больше войск. Потому что она как столичное герцогство пойдет у нас. Черт, я лишаюсь. Я лишился черты общительные. Че это так? Да не знаю. А, ну и запьянется, наверное. Да. Капец, столько плохих событий происходит. Так, ну все, я уже плыву. Я уже близко. Все, в мою столицу высаживайся. Здесь мы уже пойдем. Ну да, я туда и иду. Вношения с воссталами портятся. И вот как ты сейчас по Ниагарскому водопаду пробрался, я просто без понятия. Не знаю. Волшебство? Волшебный кораблик. Так, а на кого лучше из республик нападать? У этого плюс 19, а у Нью-Йорка плюс 22, плюс 23 даже. Значит, наверное, на Нью-Йорк пойдем. Он и послабее даже. Так, ну все, я в столицу высаживаюсь. Окей. Ну, а чтоб они сейчас не напали, потому что у них было двух наполовину. А что-то они какие-то сонные. Впереди Филадельфи, мы через нее находим. Сейчас, секундочку, я флот верну обратно. Оп, мне еще один сын. А, кстати, мне надо бы генералов глянуть получше. Это что-то мне не нравятся мои генералы. Угу. Ты вторую пачку пошел забирать? В принципе, мы бы справились и так, наверное. Ну, я думаю, нам сначала стоит пройти вот в эту территорию, которая Трентом, а потом уже из Трентона ударить. Во, они туда пошли. Что-то, как-то непонятно, что они хотят. Что-то они дергаются просто. То, что если мы отсюда выйдем, такая-то река, скорее всего, переказывается. Сколько нас? Нас 4300, да, мы сможем. Давай. Я чуть подниму время. Окей. И все равно река. Ну, все равно делаем их. Ну да, количеством тупо. Да и генерал у нас лучше. Ну да. О, кого-то даже удалось в плен взять. Я вон за то, что захватил... Так, ну я думаю, разойдемся по осадам уж, чтобы быстрее было. Давай. Я вон за то, что захватил Филадельфию, теперь и другие люди просят у меня разрешение посетить город. Кстати, если я им... Какие-то бонусы есть? Нет, вроде никаких. Отношения там вроде все. Но если я им откажу в посещении, то у них появятся претензии на эту провинцию. Вот что прикол. Крестовый поход не удался. Провалился. А кто-то объявлял Урсулоне? Мичиган. Я же говорил, Мичиган выиграет все-таки. Он гад сил. Ой, Мичиган новый правитель теперь, молоденький. От сильного стресса умер. Слишком много войн было. Ну, у него сейчас войск вообще нету. Кстати, я могу здесь с ним потом помочь. У него войск 3000. Нормально. В принципе, да, можно было. Там у него под 4000 будет. В итоге. Там... Ну да, но это не так страшно, кстати. Ну, еще у него земли вон где. На севере, на востоке. И... Мне кажется, забрать столицу он уже будет. Да. Потому что с тех земель он не перенесет войска очень быстро. Так, а насчет королевства. Блин, Южный Джерси под Юрию не идет. Мне придется с папой воевать, чтобы королевство сделать. Слишком. Ага. Так, фактория. Что-то как-то не очень много фактория приносит. Кстати, знаешь что? Мне вот один подписчик рассказал то, что в Нью-Йорке или где-то рядышком живет Бэтмен и с семьей. Но семью потом убивают. Я не помню, как их там зовут. Я особо не увлекаюсь этими супергероями. Но по ивенту они умирают, короче. И он остается один. Неплохо так. Мы платили. Лучше бы разработчики занимались бы стоящими делами, чем этими мелочами. Ну это да. Не знаю, зачем это нужно было. Слушай, на меня напали. Помоги мне, пожалуйста. Помоги. Иду, 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 иду. Или я справлюсь. Ну на всякий случай, как говорится, чтобы меньше потери были. Жалко провинции. Уходишь. Хотя в принципе можешь помочь мне с этой провинцией. Здесь одни города до храма остались. Постой здесь. Так, я уж ушел. 83. Я просто для дочки эти какого. Фокус выбираю. Игревая, впечатлительная. Для этой дочки, которая... Да-да-да. О, она хорошо пошла. Справедливая. А, тут ты наставника поставил. Сиднея Зевайс. Ну да, я его сейчас поменял. Вот жалко, что он целебат. Ты бы смог в своих придворных на нем женить. И были бы те гений. Опа-на, эпидемия пришла. Как раз через торговое этот как... Перед пришла. Ты распусти свои войска, которые там стоят. Они что-то деньги хавают. Я что-то как-то позабыл про них. Слушай, может все-таки придешь? Хотя ладно, ты почти взял провинцию. Могли бы штормануть просто. Жена беременна. Ты осторожнее, у тебя шрамный раздел. Я могу основать новое королевство. Лучше пока этого, наверное, не стоит делать. Я пугнул его. Вот он хотел напасть. А, окей. Это самое. Новое королевство стоит, наверное, делать, когда у тебя будет много мальчиков. Потому что если ты этого не сделаешь, то каждый получит поддержку с твоей. И они будут нежелесимые. Да, каждый получит, и все. Это будет плохо. Так, опять, да блин. Напали. Да ладно, давай сейчас поможешь мне с этим храмом, и уже будет 100%. Слушай, это так холодно, что-то блин. Я в Крыму живу. Аж зубы трясутся. Аж не верится, что так холодно у нас. Убит. Отлично. С храмом помочь? Тут мне кажется, что нормовать-то не такое себе дело. Да это храм у него... А, нет, это город. У него 1,20 укрепленности. Смотри. Ну тогда, в принципе, да. Мы ничего не потеряли. Да. И еще раз можно. Да зачем еще раз уже 100%? Так, отлично. Я чуть время замедлию. Войска пока не уводим. О, он в плену взят. Да, но это же личная месть. Сейчас я что хочу сделать? Я хочу его пытать унизить. Общее мнение минус 25. До 92-го года. Вот так вот мы делаем. Окей. И теперь просим. Черт. Черт. Ладно, ну-ка. Может, мы так попробуем просить. Гад, он не дает, а? Он не дает. Слишком все-таки хорошее отношение с папой у него. С президентом у него. А у меня слишком плохие. Может, чуть-чуть повышаю? Ладно, давай сейчас знаешь, куда мы пойдем? Так, у меня дочка родилась. Пойдем на север, наверное, на Нью-Йорк. Хотя, знаешь, у него почти полторы тысячи монет. Да ладно. Есть еще на юге. У него 400 и почти 3000 войск. Доходы... Дочка родилась, отлично. Так, ладно, давай... Пойдем на Нью-Йорк. Окей. Зря ты те войска распустил. Пришлось бы, наверное, их тоже сейчас сюда нести. Ладно, подаем. Два дежурцы... Так, сейчас тебе нужно позвать же. Да. Так, у тебя есть... Вот, 250. Это что такое? А, это ему помогает, что ли? Не, это просто левый чувак какой-то ходит. Но он по пути был. А, не пришлось. Слушай, он воюет. Опа-на! У него 4000. Что там? Так, вот это уже опасно. Все-таки он взял наемники. Жалко. Вот это, знаешь, это было предсказуемо, я не знаю, почему им все-таки это сделали. Но у него сейчас там боевой дух маленький. Он все-таки нападает. Так, а... В принципе, мы лучше по полководцам. У нас конницы больше. Да, мы затачим. У них пикинеров то, что мало, наши конницы в плюсе большом. А, а я уж начал на всякий случай там войска делать. Да нет, мы выиграем. Мне кажется, надо сразу же их дальше гнать. Черт, у меня сын тупой. Давай сразу... А, за них вступился этот, походу, какого, да? Да, да, вступился. А хотя... Нет, у них там еще город есть. В доме не. Они город захватили. Во, ну сможем ли мы только добиться? Слушай, слушай, думаю, не стоит. Давайте остаемся здесь. Приведи подкрепление, тогда уже нападем. Окей. А то сейчас еще отхватим от них. Угу. Будет не очень хорошо. Такс. Семь лишних человек, а ну что за фигня? Это не Европа универсаля, здесь так просто войска-то не подделяешь. Они же отрядами идут. Вот. Ладно. Сделаю проще. А вот что с сыном-то делать? Одного из нормальных сынов можно жениться на моей новой дочке. Новой. У меня есть еще два сына, бастарда. Даже не знаю. Вот этот вроде не нормальный такой. Так, у меня еще один бастард. Господи. Сколько их? У меня их уже дофига. Слушай, на нас напали. У них минус. Так, ну-ка, смотрим. Мне кажется, мы опять выиграем. Ну, центральный фланг у них уже начал падать. И левый тоже все. Ну, и хлевый фланг почему-то очень слабый. Там полководца нет. Упс, тогда все ясно. Что-то не тупые какие-то. Но мы за счет коней еще кого-то хорошо выходим. Я еще и в плен взял, отлично. Давай на это крепление плывет. Пошли на Нью-Йорк. На Манхэттен, точнее. Там город его или в Клиган. Не нужно будет разобраться с этими капиталистами. Пока это враги номер один у нас. Мы разберемся. А то он поправляется. О, там у Стрипа революция. А что у них там такое? Какая причина? А, Лига. Это увеличение власти советов. 5000 войск, а у восставших 2000. Слушай, как-то столица берет. Я сейчас, наверное, разберусь с ним и схожу. Только у меня генерал, правда, не хватает на него. Ну, высадись на Дувр. Сейчас решу этот вопрос. Так, организованность надо бафнуть. И бафнуть, наверное, все, больше нечем. Так, а моего тайного советника поймали. Уже, наверное, раз в третий. Ха-ха. Как пушечное мясо уже сколько отдал. Так. Пойду разобьюсь с ним. А сколько у тебя на корабле войск? Они уже высадились. А, вижу. 2700. А, ну ты справишься, блядь. Так вот генералов нет, что плохо. Да переставь с того. Не могу. Они не выбирают с того. А ты выбери тот отряд и выйти в отставку, наверное. Вот я пытаюсь его выбрать, не убирается во все, выбрался. Отлично. Так, ну. Ну, президенту тем временем уже 63 года. Он год сильный, здоровье плюс один. Повезло мне, конечно, с ним. Все. Я... Блин. Что такое? Я ступил. Что такое? Распустил корабли не в порту. Ха-ха. Бывает. Я забыл то, что тут из-за этого их меньше теперь. Так, я тут мелочь разбил по пути заодно. Угу. Так, ты здесь... Я думаю, сейчас их... Ты их разобьешь, и будет 100%. Да, 100% должно стоить. О, мы еще и взяли. Угу. Ой, там 5 этих селений, еще это долго. У них крепость внутри находится. В третьем слоте. Да. Классная застройка, конечно, в провинции. Ну, давай только вздумай проиграть бой. Да, не. Вроде выигрываю. Я центральный фланг сразу же продавил. Ну все, у них центральный фланг пал, я думаю, дальше тут вообще без проблем пойдет. Все. А я, кстати, как раз деньги накопил. Слушай... Не, 87. А что, я его, кстати, в плен взял. А вообще не накопилось? Прикинь, было 87 и стало 87. Почему, интересно? Ну, типа, уже битвы не решают. Ну, давай тогда на Манхэттен или куда-то рядышком станем. Может, храм взять, который в Бруклине. А то крепость долго брать. Или город, который здесь, в Манхэттен. Опа-на. 250, армия. Дома какие-то стали. Я, интересно, поймаю его? Не, не поймал. 94. 94. Возьми, согласен еще. Возьми этот храм. Я думаю, будет 100%. Даже я тебе сейчас помогу. Я думаю, проштурмуем сейчас вместе. Да, давай проштурмуем. Хотя, если ты тысячи приведешь, будет все лучше. Я думаю, так, спараемся. Ну, давай, ты просто потерь будет больше. Все, окей. Ну, и сейчас все деньги буду, конечно, конкретно получать. Кстати, у него еще 1100 монет осталось. Почему он наемниками не затарился? Еще больше, я не понимаю. Тупо количество может... Так, кто мне в моего искал водителя? Что? Да, можешь уводить. А я сейчас тупанул и распустил свои войска на этой зеленой территории Нью-Джерси. Южно-Джерси. Да, это большая... Уже твоя проблема у меня начала появляться. Так, качну я... Ой, он постарел уже, ему 50 лет. Твоему этому персонажу? Да. У тебя всего лишь один мальчик. Один, единственное. Но у меня девушка может оннаследовать. Ну, это, конечно, не самый лучший вариант. Твоего сала не сильно это одобрит. Ну, вот это да. Так, тебе там... Ой! Че? У меня наследник тупым стал. Вот, я же тебе говорю, почему... Вот и у меня тупой наследник. Почему здесь все тупыми становятся? Ну, почти все. Везение просто. 50 на 50 шанс. Жесть. У меня тоже тупой наследник. Будем дружить. Все, у меня экспедиция очередная закончилась, поисковая. Нашел немножко всего. Так, помолвленные могут пожениться. Так, меня Нью-Йорк позвал в войну против Госпикова. Во, она искусственным махинатором выросла. Вполне все неплохо. Сейчас Нью-Йорк напал на Часопик. Короче, Северная Республика на Южную. Классно. Теперь ищи мне воевать за свою Данику. Нормально. Супер просто. Я же уже брак вроде бы отправил. А, ты отправил? А я думаю, не успел, короче, я... Нажать на него сейчас. У меня еще один бастарт. Отправь еще раз. А ты с кем там хочешь? Секунду. Вот второй сын у меня хороший. Продолжает проповедить всю религию в округе Флинт. Консумеристы какие-то. Это капиталисты. А мне он свою религию предлагает. Станул ты еще откатывайся. Стать на путь зла, ты что, не... Там бонусы хорошие. Сыновья и все станут ими тоже. Ну, а вассалов переучи потом. Ну, их не так много, поэтому тут не проблема. Всего 4 про... Провинцы очень быстро обращаются. Вон уже... Северо-восточные территории полностью обращены. Капитализм. Да. Капец, как быстро. Так, сколько у меня войск? 4500. Ну, ладно. Не особо много потерял во время этой войны. Ты их распустил там, да? Мне тут помощь нужна. Я распустил на свою территорию. Мне тут помощь немного нужна. Так, ну, хотя у меня, в принципе, есть деньги на наемников. Ну, ради данника тратиться вообще не хочется. И куда он пошел вообще? Здесь на регионе... Ты же меня занимал сотню и двести, да, где-то? Да, мне сейчас... У меня тысяча на руках почти. Мне не нужно. У меня сейчас мы воедем с югом, но почему-то мой данник пошел полностью на север. И начал истощаться. Что у него в голове? Хороший вопрос. Факторию, что ли, пошел ловить на север? Ветер. Ветер в голове, видать. Капец. Смотрите, провинцы вообще-то осаждают. Алло. Помогать мне надо. Ой, у меня... У меня умерла. У меня жена умерла. Алло, ну ты че? Господи, мне сейчас такое происходит, тупо без комментариев. Я не вижу, к сожалению. Ну, это хорошо. Ты бы это оценил. Так. Я... Третий раз женился. На молоденькой королеве ждурица. Пятьдесят один год. На тридцать летний женат. Ее такой брак устроил. Тебе спрашивают, ребенка заделать. Но она водающийся богослов, минус пять плодовитости. Пятьдесят один год вполне может. Да. Остается. Я ей восемь. Он вообще на храм претендует. Он, кстати, недалеко от тебя. Ну, там слишком туда идти. Так, у меня 1163 престижа. Но королевство можно основать свое. Можешь, кстати, это сделать, если хочешь. Но плюсов немного, в принципе. Ой, у меня сыновая, конечно, Декстер. Такой красавец. Ленивый, эрудит, тупой. И закаленный. Главное, что эрудит. Как может быть тупой, эрудит. Это просто сочетание несочетаемое. Еще и ленивый. Как? Бывает же такое аномалии какие-то. У меня тоже красавчик, конечно. Да, игра, конечно, просто преподносит. У него 16 лет уже рыжая борода. Угу. Вот Нью-Йорк объявил войну. Он, пожалуйста, будет ее проводить? Или это мне одному делать? Одному. У него почти 300 кораблей. И они здесь крутятся. Что-то вы на меня напали. Да, мне никто не поможет, да? Я еще взял дорогих наемников. Во, наемники это сила, конечно. Может, ты деньгами помочь? Да, деньги у меня есть. Походу, сейчас придется еще брать наемники, потому что Нью-Йорк... Я не знаю, что ты делаешь, а? Нафига ты на север идешь, там никого нет? А, там, наверное, факторий, и он хочет экономически задавить нашего оппонента. Простите, пожалуйста, у него 5000 войск на моей территории находится. У него доход, приз-23. Опа-на, я могу напасть, в принципе, без проблем. У меня еще и старец в шарике. Я, пожалуй, войной пойду схожу. А, здесь какой-то, кстати, дом грабит факторию часа пика. Ну, я, в принципе, не против, если бы ты ее, конечно, окончательно уничтожил. Так, жениться, что ли, на нормальной девушке хотя бы ее, его. На кого там напал? Да на сой-то на все. Сразу три провинции будет брать? Нет, я только одну смогу. Священная война опасна, там Норс, слишком рядышком. А, да. А покорения уже нету? У-у-у. Покорения на них нельзя. Они же не в моем королевстве находятся. У-у-у. Так, что-то у меня... Так, а что, в принципе, делать, я сейчас без понятия. Можно закупиться наемниками. Так, ладно, Нью-Йор мне не помогает, значит, придется брать наемников. Господин, он кружит возле своей столицы, туда-сюда. Чувак, ну... А, буду ждать, пока она на мою территорию опять придет, эти. Оп, Катархонт. Катархонт. А я, походу, у него оборудился интернет. Интересное завершение серии. Она достаточно необычная. Ну что, может, немножко его подождем? 30 минут уже записываем. Ну, я думаю, что он с вами попрощается. Катархонт. Ладно, ребят. Наверное, мы на этом остановимся. Да, вот так вот без Катархонта мы уже прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, как всегда. Катархонт, и там. Ладно, до встречи.